Олеся, спасибо большое за старт нашей дискуссии, спасибо большое за представление. Как следует из анонса, мы хотели сегодня обсудить разные формы участия женщин, отталкиваясь в первую очередь от революции и протестов, которые в Беларуси начались летом 2020 года, и затем перейти к более широкому контексту, к немецкому контексту, к глобальному контексту, поговорить о том, как формы женского участия в протестах, активизации женщин, как они менялись, как выглядят сегодня, какие вопросы поднимают, какие интересы озвучивают женщины, насколько женщины солидарны внутри своих обществ и поверх национальных границ. И, ну, да, у нас три экспертки, и начать мы хотели бы, да, наша задумка с Леной Огорелышевой, и попросила бы я ее рассказать о том, как она видит формы женского участия в революционных протестных событиях 2002-2020 года, и имеют ли эти протесты предысторию? Видишь ли, Лена, ты связь с разными активностями женщин-феминисток в первую очередь, но и женщин в целом в Беларуси? Как бы ты представила активизацию 2020 года и ее, ну, такую короткую предысторию? Спасибо большое, Оля. Я бы, наверное, условно разделила свой ответ на несколько частей. Сначала я бы хотела рассказать о предыстории, и, то есть, условно говоря, предыстория до президентской кампании 2020 года, что происходило в сфере гендерного активизма или женского политического участия, и после этого, соответственно, сосредоточиться на непосредственно женском участии в революции 2020 года, какое было это женское участие и как это происходило. И здесь, опять же, разделяя всю эту историю на две части, здесь вы видите проект, который мы создали в марте 2020 года как подарок женским гендерным организациям и феминистским активистским инициативам, как подарок на 8 марта, и буквально с момента середины года 2019 до 8 марта 2020 года гендерными организациями и инициативами в Беларуси было создано вот такое вот огромное количество инициатив и мероприятий, то есть это более почти 500 мероприятий, более 3000 консультаций, адвокационные кампании, и это все только лишь за 2000, ну, по сути говоря, это, я рассказываю сейчас эти цифры, собранные только лишь за год. А отдельная история, отдельный кейс, который мне хотелось бы поднять, это кейс, связанный с инициативой «Маршируй детка», когда 5 октября 2020 года президент Лукашенко сказал о том, что в Беларуси не нужен закон, специальный закон, посвященный противодействию гендерному насилию в семье, и после этого многолетняя работа активисток, организаций, а также специализированных ведомств, которые занимались этим, была буквально похоронена из-за воли одного человека. И как в ответ на это была создана сначала группа в Фейсбуке «Маршируй детка», где буквально за считанные часы сотни подписчиков и подписчиц включились в эту группу, потому что и прежде всего активисты, но и общество в целом было ужасно обижено и раздражено тем, что многолетняя работа в этой сфере была похоронена, и после этого, соответственно, с начала этой инициативы началась адвокационная кампания по продвижению закона о противодействии гендерного насилия. И кроме того, большое количество образовательных мероприятий было сделано для того, чтобы поднять этот вопрос или важность этого законодательства среди общества. Например, здесь на левой картинке вы видите мероприятие, когда приглашались все заинтересованные для того, чтобы послать открытку депутатам или министрам и попросить их, чтобы все-таки вопрос о законодательстве в отношении гендерного насилия был поднят. Это я сейчас говорила к тому, чтобы рассказать о том, что на самом деле гендерные организации и инициативы сделали очень много еще до момента президентских активностей, и они на самом деле и в адвокационные мероприятия, опять же, книги, исследования, очень много было сделано, опять же, в отношении гендерного насилия, как я уже упомянула, но также для того, чтобы отменить список запрещенных профессий в Беларуси, потому что, к сожалению, в Беларуси все еще 181 профессия на уровне законодательства запрещена для женщин, ну и также они занимались другими проблемами. А помимо этого следует отметить еще женское политическое участие, которое всегда было, но всегда было как часть общего политического участия. Здесь вы видите графики и статистику по последней кампании, которая проходила в 2019 году. Лена, извини, пожалуйста, мы не видим, как-то пропало. Да, секунду. Были выборы в палату представителей. Это последние выборы перед президентскими, которые проходили в Беларуси, где баллотировалось, соответственно, в качестве кандидатов треть женщин. И от демократических партий и организаций также была треть женщин баллотировалась. То есть на 118 представителей от демократических сил и организаций было 45 женщин. И здесь, опять же, вы видите распределение, каково было процентное распределение мужчин и женщин, кандидатов и кандидаток от демократических сил. Но опять же проблема... То есть треть — это достаточно хорошие показатели. Если мы рассматриваем мировую статистику женского политического участия, но нужно отметить, что несмотря на то, что как бы количественно... Это были достаточно успешные показатели, но согласно исследованиям, которые мы проводили, женский голос, он был меньше во время президентской кампании, СМИ меньше писали в целом. Если мы говорим статистически, они все-таки больше писали про мужчин-кандидатов и активность мужчин-кандидатов, нежели женщин-кандидаток. И даже на специализированных каналах партий и организаций, от которых эти женщины выдвигались, они также не получали того внимания, даже и треть того внимания, которое получали мужчины-кандидаты. Кроме того, если мы говорим про ресурсы, опять же, по законодательству, кандидаты в Палату представителей должны открыто публиковать, сколько ресурсов они потратили на избирательную кампанию. И там мы тоже видим большой перекос, сколько ресурсов тратились на кампании мужчин и сколько ресурсов тратились на кампании женщин-кандидаток. И достаточно, скажем, это, опять же, большое количество исследований и интервью с женщинами, которые были вовлечены в политическую активность на уровне политических партий. они постоянно говорили о том, что проблемы дискриминации — это то, с чем они сталкиваются каждый день. Переходя на непосредственно события августа 2020-го и что последовало за этим, что принципиально важно здесь отметить, что женские марши солидарности, прежде всего, и женские цепи солидарности, которые происходили буквально в первые дни и после политических выборов, они показали, ну, можно сказать, показали женское политическое участие. Потому что, как я уже отмечала до этого, и до этого была и политическая активность, и активность, связанная с продвижением гендерного равенства, но это все было как будто бы частью общей активности и, соответственно, как будто бы не очень видимо. А непосредственно женский политический активизм, достаточно большой, массовый и видимый, именно потому что он позиционировался исключительно как женский. Я говорю сейчас о маршах и цепях солидарности. Он, соответственно, показал и белорусскому обществу, и всему миру о том, насколько белорусские могут и хотят быть политически активными. И здесь я составляла что-то вроде условного таймлайна, как это все развивалось, и началось все с в большей степени арт-компании Evolution, когда одна из самых дорогих и знаменитых картин Ева Хаима Сутина была конфискована в рамках расследования дела Виктора Бабарика. И отбегая вперед, она была недавно возвращена, спустя год конфискации, что достаточно хочется отметить хотя бы хоть что-то позитивное в этой всей истории. Потом, опять же, начались женские цепи солидарности, женские марши, потом начались специализированные марши, например, марш бабушек или марш беременных женщин. И идея была, по сути говоря, показать, довести эту идею уязвимости до абсолюта. И изначально женские марши, идея женских маршей была показать, что вот уязвимые женщины не боятся и выступают против насилия, и по сути своими телами показывают, что они хотят остановить насилие. И вот эти специализированные марши, марши с маленькими детьми или марши детей, это, опять же, идея показать, что самые уязвимые группы общества, они выступают, они не боятся своей уязвимости, и в данном случае уязвимость является силой. Силой в том смысле, тем более уязвимая группа выступает, во всяком случае, так было еще весной 2020-го, тем меньше вероятности того, что эта группа может быть избита, либо задержана. Но, опять же, как показала практика, это все вопрос времени, и сейчас, к сожалению, какая бы группа не выступала, конец, к сожалению, все равно может быть печальный. Говоря о женском участии в протестах, опять же, помимо вот именно тех форм, где участвовали исключительно женские или, как минимум, они позиционировались как исключительно женские формы протеста. Опять же, мы проводили исследования и спрашивали женщин, в каких еще активностях они участвовали, и тут важно понимать, что любые другие активности, которые происходили и происходят до сих пор, если даже они не обозначены как женские активности, это, безусловно, нет сомнений в том, что и женщины там тоже участвуют. То есть, говоря, например, о волонтерстве в самом широком смысле слова, я имею в виду и информационное распространение информации либо написание каких-либо информационных вещей, это и ресурсные вещи, то бишь помощь едой, транспортом, возможно, одеждой, это так называемый гражданский активизм, когда огромное количество людей писало и пишут подписи, собирают подписи, пишут жалобы, организовывают петиции и таким образом лоббируют, чтобы Беларусь, скажем, вступила на мирный путь и репрессии остановились. Кроме того, это экономический активизм, когда люди намеренно и осознанно не покупают продукты, каких бы то ни было, в основном пищевые, но не только продукты, фабрик государственных, или поддерживают малые бизнесы, которые выступали в защиту мирных граждан белорусских. Кроме того, огромная часть связана с поддержкой заключенных и семей заключенным, это прежде всего написание писем заключенным и самая как бы разного рода, опять же, помощь этим семьям и людям. И огромная часть работы, которая часто не осознается, опять же, как работа, это эмоциональный труд, то бишь, это поддержка людей, которые пострадали от репрессий, но также поддержка своих семей, своих детей, своих близких, потому что, опять же, традиционно именно с женской ролью в семье связан эмоциональный труд и эмпатичность. И сейчас, учитывая всю ситуацию и то, что эта ситуация длится уже год, и так или иначе, каждый белорус и белорусская пострадали как минимум психологически от того, что происходит на женщин, в этом смысле ложится двойная и тройная нагрузка. Наверное, если говорить о формах участия, коротко у меня все, наверное, остальное мы можем затронуть уже непосредственно в блоке вопросов. Да, Лена, спасибо большое. Ты показала, как от образовательных практик, практик с адвокацией, связанной исследованиями, небольшими акциями, участиями в деятельности политических партий, белорусские перешли к таким значимым акциям, участию в политических акциях, начиная с августа 2020 года. И хочется извечный вопрос задать. Как ты видишь феминистское измерение участия женщин и повышение активности женщин, вот начиная с августа 2020 года в Беларуси? Ну, наверное, один из самых распространенных, как мне кажется, камней преткновения и столько мнений по этому поводу, можно ли назвать женский протест феминистским и насколько велика роль феминисток или активисток, или феминизма в целом в том, что происходит. И здесь, безусловно, совершенно ошибочно утверждать, что если женщины... То есть, условно, сложно проводить в данном случае параллель с женскими протестами в Беларуси и с акцией Мету, например, в Штатах. И если мы говорим про Мету, и тысячи женщин вышли на улицу, то однозначно как бы под своим выходом на улицу у них было какое-то феминистское видение, зачем и почему они выходят. Безусловно, в Беларуси ситуация другая, и большое количество женщин вышли скорее, потому что они могли не выйти. И в этом смысле я подразумеваю, что они вышли, потому что их близкие, в большей степени близкие мужского пола, пострадали от действий режима. Но надо понимать, что, с другой стороны, нельзя не оценить роль активисток в этом всем процессе, потому что, безусловно, они мало того, что они непосредственно участвовали в том, что происходило, но, кроме того, они организовывали помощь и поддержку женщинам, которые выходили. Опять же, потому что огромное количество лет в активизме дает себе как минимум опыт в том, каким образом система организации может работать. Но, кроме того, тот аспект, который, мне кажется, важно здесь упомянуть, даже если в самом начале женщины выходили как бы теоретически скорее с патриархатной повесткой, я выхожу за мужа и за сына, то революции женской уже год. И в процессе вот этого политического участия женщины так или иначе приобретали для себя новые смыслы. И теперь сестринство для белорусок — это не пустой звук. И во время участия в маршах, когда огромное количество женщин, они про это и говорят, и продолжают говорить, они посмотрели на то, какой может быть женская сила, и скорее вот эти условно очень базовые феминистские вещи, связанные с сестринством, с поддержкой и с женской солидарностью, они понимали, чувствовали и приобретали в процессе своего политического участия. И опять же, если сначала это может быть в большинстве своем за мужа и за сына, то тем дальше развивались, соответственно, протестные события, тем больше росли сети женских солидарностей, которые не могли не расти, учитывая более тысяч женщин, участвующих в марше, тем больше женщины дальше уже выходили за сестру, за сокамерницу и за тех женщин, с которыми они познакомились в процессе этих женских маршей. И я бы сказала, что как бы феминистская повестка, если ее и не было так много в начале, то она с течением протеста, она приобретает как минимум, возможно, она все еще не всегда осознается как феминистская, но на практике это чистой воды развития феминизма в Беларуси, здесь и сейчас, во время того, что происходит. Потому что именно феминизм и гендерная теория дает ответы и выходы на многие вопросы, которые сейчас возникают у белорусок и у белорусского общества. Например, как существовать в этой ситуации, как организовывать группу поддержки и как помогать друг другу. Спасибо большое, да. И могу только добавить, очень поддерживаю этот тезис и сестринство, что эти практики все более становятся значимыми и для общества в целом. Выходить друг за друга, поддерживать, жертвовать, что это форма поведения не только для женщин, но и для мужчин. Это становится заботиться о себе. То есть это новые практики, которые сегодня такой важной формой солидаризации для всего общества являются. Хорошо тогда. Забывать право. Эмпауэрмент и ассертивность, опять же, приобретаются. То есть я здесь в большей степени буду кивать в сторону телесности и телесного. И опять же, во время политических практик, вне зависимости от, безусловно, у большинства женщин не было цели стать уверенной в себе или чтобы он был громким. Но тем не менее, когда ты участвуешь в такого рода активности, это другой опыт, как бы телесный, который потом невозможно забыть и невозможно не использовать дальше в своей жизни. И опять же, очень много женщин говорят о том, что я уже не буду другой, потому что я прошлась по центральному проспекту с сотнями женщин и как бы и могла прямо посмотреть на полицейского и отбивать, например, других женщин. И это безусловно меняет жизнь белорусок в целом и конкретные белорусские. Опять же, возможно, осознание придет потом, но изменения уже происходят здесь и сейчас. Да, спасибо еще раз. Сейчас хотела бы дать Марине на Прушкиной слово, перекинуть мостик от Беларуси к международному контексту, но и про Беларусь тоже говорить, поскольку Марина была в Минске, участвовала в протестах, как раз с плакатами, которые в Патриархату бросали вызов, участвовала в протестах. И интересно, Марина, как ты видишь и вот эту активизацию женщин, измерение искусства, поскольку ты не только активистка и художница, роль искусства современного в этих процессах и связь вот этой активизации женщин в Беларуси с тем, что делают женщины за пределами Беларуси, как активистки, как художницы, как те, кто сопротивляются Патриархату, хотят менять общество. Спасибо большое за приглашение. Я очень рада, что сегодня могу быть здесь с вами. Я тоже так это вижу, как Алена это описывает, что этот опыт, я могу, он очень важен, я могу по собственной, из собственной перспективы подтвердить, что на самом деле со мной очень многое произошло, когда я была там и принимала участие в этих процессах, в этих акциях. Это действительно телесный опыт в полном смысле. И то, что в этот момент появляется, это деление друг с другом, это абсолютно практический опыт, это то, что нас, каждую из нас развивает дальше и в любом случае не уходит. Это останется с нами, может быть, в какую-то другую форму примет, но это останется с нами. И это очень важно, что такие мероприятия проходят, что мы можем говорить об этом, что мы можем внимательно присматриваться, что же произошло с нами, что это был за опыт, чтобы мы могли сами еще в своих размышлениях развивать этот опыт дальше. Что очень много сейчас слышно в разговорах, в разных контекстах, этот опыт, который я сама тоже знаю, в Беларуси, все эти творческие, креативные формы протеста. Сколько интереса это вызывает в других странах, в других феминистских группах. Я могу привести такой пример. Я вчера вернулась из Афим, и я принимала участие там в одном воркшопе, автономная академия. Это такая школа, самоорганизованная школа, феминистская школа. И в этих воркшопах около 30, больше, более 30 участниц было активисток, художниц из разных стран. Я инициировала этот воркшоп, и я очень много об этом говорила. Вообще-то, я начала разговаривать о революционных выставках, которые я сама посещала. Я стала рассказывать о революции в Беларуси, в этой идее. Что сегодня мы все это слышали, и рассказывала о выставке в Киеве. Выставка называется «Каждый день. Солидарность с сопротивлением искусства». И там речь идет в первую очередь о ситуации в Беларуси. Сейчас в Украине эта выставка проходит, здесь только-только закончилась точнее. И очень многие художницы, не только художницы, но и художники, приняли участие в этой выставке. Я имела честь суккурировать эту выставку. И в группе, в этой группе на воркшопе очень большой интерес вызвала эта выставка. Очень много параллелей было выяснено, очень много вопросов, а как вы это делали, а как вы то рассматривали и так далее. В Колумбии это так, а у нас вот так. И масса-масса реакций. В Румынии женщины вот так и так сопротивлялись системе. Это невероятно много. Было опыта, которыми люди делились друг с другом, и было видно, сколько всего происходит, сколько параллелей, сколько пересечений. Эко-феминизм, например, тема экологии, тоже очень большое течение, очень важное сейчас становится, все важнее. Только это, то, что летняя школа была эко-феминистской группой организована, то, что мы очень важные вопросы экологии затрагивали. Мне бы очень хотелось показать несколько фотографий, потому что мне всегда нравится показывать визуальный материал. Можно сейчас мне поделиться экраном, или мы можем... Людмила, это... Марина, подготовленная. Спасибо. Может быть, первое... Сначала на первое остановимся. Это... У нас были две группы, и одна группа была на месте, и несколько групп, которые не... Участницы, которые не смогли приехать из-за ковида, например, из Индии две женщины не смогли приехать. То есть не просто было эти две группы оффлайн и онлайн вместе собрать в одном пространстве. У нас была теоретическая часть, и после этого мы начали делать наброски. Я очень много картин показывала, картинок, фотографий из протестов, стихи читала Юлия Тимофеевой, показывала фотографии, плакатов и так далее. Было очень интересно посмотреть, как политический язык влияет на другой язык, как он его критикует. Это тоже очень важный вопрос. На выставке в Киеве мы тоже, которую мы, когда ее готовили, мы думали очень много о том. Мы очень много вдохновлялись стихами, современными стихами, современной литературой, отчетами, у дневниками женщин, которые участвовали в протестах. Сейчас можем перейти ко второй фотографии. Наша идея была такая, что мы такое большое полотно вместе создадим, что это будет такая коллективная работа. Это тоже большой вопрос. Речь шла о искусстве, но прежде всего о художницах, о каноне авторства. Вопрос авторства. Действительно, получается, что в группах мы гораздо проще можем защищать друг друга и можем гораздо проще влиять на окружающую среду. И несмотря на то, что мы были из очень разных контекстов, мы пытались вместе создать один нарратив. У нас было 10 на 2 метра полотно. Мы 4 часа работали над ней при температуре около 40 градусов. Это действительно приключение было в прямом смысле. Здесь вы видите наброски. Я говорила о том, что в Киеве галерея живописи 18-20 века я показывала фотографии, и в галерею очень много изображений женщин. Это большая коллекция, и только 2 работы принадлежали художницам. Все остальные были художники. То есть женщины всегда это те, на кого смотрят. Они сами себя показывают. Мы говорили про этнографию. Вы видите, что здесь уже есть пару отсылок к этой истории искусств. Мы пытались тоже сказать, «Окей, западная европейка…» Это культурное наследие западной Европы, что мы можем с этим сделать. Это тоже был очень серьезный источник вдохновения. Давайте дальше пойдем. Здесь это набросок молодой иранской художницы. Дальше, пожалуйста. Здесь вы видите в середине Парвана. она из Афганистана и она приняла участие в воркшопе. К сожалению, не все время, потому что она в настоящее время находится в лагере для беженцев в Афинах. И это тоже ситуация, которая очень сложная для всех нас. Мы, хотя у нас и получилось собраться все вместе с одной идеей, с одной повесткой, но все равно наши ситуации часто зачастую такие сложные, что иногда все равно возникал вопрос, как мы можем в этих разных ситуациях, как можем работать, поддерживать друг друга. Она встала и сказала, нам не нужно возвращаться в этот лагерь. У нас были матери, которая нужна была уехать раньше. Нам нужны были женщины, которые детей просто с собой привезли и так далее. Думаю, все это нужно было включать, то есть искусство без контекста невозможно и этот контекст имеет большое влияние на искусство. И мы прекрасно это увидели и поняли на примере этого воркшопа. Было очень ясно, что очень разные ситуации. Дальше, пожалуйста. Здесь у нас еще такое Кустурион Клинкс слева из Кустурион и справа Небинарные люди Украины одна из участниц из Киева использовала изображения женщин, которые сами себе рисовали. Видите, что это полотно наполняется изображениями. Здесь опять эскизы. Дальше. Сейчас вот последняя фотография. Вот последняя. интересным образом в этом саду это сад Платона. Он больше двух тысяч лет назад здесь читал свои лекции. И, как вы видите, инициаторка этой автономной академии, ее идея была сказать, что очень патриархальна, модель передачи знания. Сейчас мы попробуем это все деконструировать и сделать по-новому. Будем в команде работать и так далее. Очень важно всегда, что мы не только теоретически рассматриваем какие-то вопросы, но всегда даем какие-то практически примеры нового видения, новой работы, самоорганизации, что мы не не говорим за кого-то и так далее. Сейчас я, к сожалению, потеряла мысль. Может быть, еще скажу, что на этом примере видно то, что я рассказывала о ситуации в Беларуси, то, что я давала этим участницам, что получилось из этого, сколько пунктов, где они тоже смогли художественно как-то реагировать на ситуацию, появилось очень много совместных моментов в самых разных уголках мира эти совместности присутствуют. что я услышала, важность в рамках таких проектов связывать опыт разных женщин, тут и женщины-мигрантки, женщины из разных стран, которые говорят на разном языке и все-таки искать общий язык. Проблемы, экологические проблемы окружающей следы, и про наши протесты, когда мы осмысливали, В них тоже было экологическое измерение, поскольку в рамках протестов протестующие собирали мусор регулярно и следили за тем, чтобы протесты были экологичными. Это тоже такой отличительный знак наших протестов. Их мирный характер, дружественный, инклюзивный попытка включить самых разных участниц и участников. И важность связи теории и практики в таких проектах. И это, наверное, то, что сейчас в Беларуси, когда больших протестов нет, но есть сопротивление, есть нежелание жить по-старому, сохранять эту энергию. И возникает вопрос, как теорию связывать с практикой. Снова к практикам образования возвращаться, к дискуссиям и думать все-таки о политизации женщин, о будущем участии женщин в политике и в разных практических сферах жизни. То есть, в принципе, для Беларуси, какой бы сложной сейчас ни была ситуация, это тоже важная тема, как теорию с практикой связать. Ну что, и я тогда перехожу к Еве. И очень интересно узнать, как, Ева, ты воспринимаешь и белорусские протесты, и, может быть, участие женщин в белорусских протестах. И то, о чем рассказывала Марина, да, более широкий контекст сегодня, осознание женщинами своей роли, своего участия в жизни общества, осознание своих проблем и попытка найти язык, чтобы говорить об этих проблемах. Ты с 70-х годов, да, в активизме, феминистском, экологическом активизме. Как ты видишь, меняются формы протеста, да, формы женского участия, формы активизации женщин? И о каких формах ты бы говорила сегодня, ну, прежде всего, применительно Германии? Спасибо, что я могу быть сегодня с вами. С Мариной мы уже знакомы. Уже, наверное, лет 10 назад я пыталась ей помочь с одной из художественных акций. Естественно, в Берлине чрезвычайно сложно найти свое место в художественной сцене. Я отношусь к более старшему поколению женского движения, и я чрезвычайно тронута, когда я сегодня смотрю на наш состав, насколько мы разные и насколько мы сильные вместе благодаря нашим талантам, благодаря нашей солидарности. Так здорово, что мы все вместе можем помогать женщинам, гражданкам Беларуси. Ну что ж, и мне не так-то трудно, не так-то просто найти сейчас язык для того, чтобы описать то, что я сейчас чувствую. Я вспоминаю, когда речь идет об Афинах, о мирной конференции пацилистского движения в Афинах в 1986 году. И когда я смотрела на те акции, марши, цепи солидарности, о которых рассказывала Алена, я, конечно, вспоминала о своих первых акциях в 70-х годах, когда мы только создавали первые ячейки, из которых потом возникла партия «Зеленая» в Германии. А теперь, раньше, теперь эпицентр событий переместился в Восточную Европу, туда, что в те места, которые когда-то для нас были таким просто Востоком. Мы тогда, я, Петра Гелих, и еще я могла бы называть многих-многих, тогда мы создавали то, что сегодня называется экофеминизмом. В 70-е годы все смотрели на США, оттуда приходили к нам новые теории, оттуда к нам приходили новые идеи, оттуда приходили к нам новые практики. Германия тогда догоняла. И, разумеется, споров тоже было очень много. И сегодня я хотела бы спросить у вас, а как вы обходитесь с разницей, например, в политических представлениях? Как вы разрешаете конфликты в вашей среде? Потому что наверняка у вас есть тоже разные принадлежности, те, кто больше симпатизирует, скажем, левому движению, те, кто больше склоняется, может быть, к консервативной взгляду на женщину, потому что я вполне могу себе представить, что есть женщины, которые вовсе не хотят отказываться от старых семейных традиций, и тем не менее поддерживают идеи демократии, свободных выборов, и, разумеется, выступают против ужасного насилия, которое практикует режим Лукашенко. Потому что у нас это тоже все было тогда. Я тогда в первую очередь работала в феминистском движении Западного Берлина. И вот когда я слышу, что сегодня для вас так важна тема домашнего насилия, я вспоминаю о наших выступлениях, которые должны были отменить законодательство об абортах. Моя соратница Петра Гелиха, она тоже свой практический опыт собирала в США в окружении Мартина Лютера Кинга и феминисток тогдашнего времени. Поэтому ее больше интересовало именно участие в политической жизни, именно в предвыборных кампаниях. Для меня это было скорее чуждо. Я лишь постепенно вот за эти 40 лет привыкала к тому, что политическое движение — это тоже важно. И тем не менее, я понимаю, что основа борьбы за права, гражданские права, за человеческие права — это то, что объединяет нас всех, женщин протестующих в Западной Европе, в России, в Белоруссии, в Азии. И поэтому так важно, чтобы мы действительно сохраняли вот эту солидарность. Поэтому меня интересует вопрос, как вы работаете с конфликтами, которые возникают в вашем движении. Мы действительно должны брать на себя роль авангарда. И мне так интересно, как повторяются эти понятия, как они вновь всплывают, то, как тогда назвали нас, экофеминисток. Мы говорили тогда тоже, что важны сети, то понятие, которое у нас потом украли, IT-концерны для того, чтобы использовать его в своих коммерческих интересах. Первые сетевые связи, они завязались именно между нами, тогда феминистками Западной Германии и феминистками США. Мы научились у них натягивать вот эти ниточки отношений между нами, между нашими организациями, между нашими кружками. Это было интересное продолжение традиционного образа женщины, связанной всегда с пряжей, с ткачеством. И вот это вот умение ткать все дальше и дальше, сплетать из этих отдельных нитей сети, которые поддерживают нас, ловят нас, если мы падаем. И вот вы понимаете, как мне было жалко, так сказать, потерять это слово, когда его у нас забрали, когда его апроприировали IT-концерны. Мне кажется, нам нужно отвоевать для себя это понятие, потому что на самом деле это древнейший образ, это топатриархальный образ, это действительно архетипический образ, по-моему, это символ системства, который должен объединить нам узами, которые будет трудно разорвать. А сейчас на самом деле в Берлине не так-то просто найти книгу, которая бы освещала все те наработки, которые мы создавали в рамках экологического феминистского движения тогда, в 70-е, 80-е годы, потому что многие просто ушли с арены и не оставили после себя особых стыдов. И поэтому сегодня я смотрю на вас с большой надеждой, с большим утешением. Я очень рада, что вы как молодое поколение так смело и так дружно становитесь в оппозицию режиму Лукашенко. Я была бы очень рада, если бы мы смогли с вами обменяться вот этим опытом, если бы мы смогли обогатить вас этим опытом, который пока что немножко утерялся из общественного сознания. Это очень важные вещи. Я бы сказала, во-первых, это попытка белорусского протеста связать борьбу за гражданские и политические права с повесткой разнообразия общества. С одной стороны, универсальные права, с другой стороны, право на то, чтобы быть своеобразными защищать и защищать женщинам свои права, представителям ЛГБТ-сообщества, людям старшего возраста. Это мы видели, это вот такая какая-то уникальность белорусского протеста, что было два этих измерения. И второе, что очень важно, Ева сказала, это понятие сети, которое мы используем, но это, наверное, не только понятие, которое пришло с IT, это связано с развитием собственно технологий, не только IT-корпораций, но и сам интернет функционирует как сети, структурирует общество иначе, то есть, в общем-то, эти спиритуальные важные практики, связанные с сестринством, сегодня их потенциал связан с развитием электронных, дигитальных технологий, которые дают новые шансы для общества, что это не централизация, децентрализация, это возможность связать это разнообразие сетевым образом. И, в общем, в Белорусской революции это тоже проявилось, и эти технологии использовались, и это все разнообразие общества работало на общую цель, но не уничтожалось, да, мы не переставали быть разными, я думаю, что здесь как раз интернет нам помогал, да, вот эта сетевая организация общества. И третье, о чем сказала Ева, очень важно помнить про историю, да, не забывать создавать эту историю, и, конечно, очень нам тоже очень интересно и мне, находясь в Берлине, да, к этой истории возвращаться, и надеюсь, что с Евой мы тоже как-то вместе будем к этой истории 70-х возвращаться, 70-х, 80-х активности женщин. Ну и, может быть, я вот призываю задавать вопросы тем, кто нас слушает, и в завершение, да, сейчас дам всем слово о солидаризации, да, вот как эту солидаризацию, как вам кажется, вроде много точек пересечения, да, у разных практик, активизации, участия женщин в протестах, но солидаризации не хватает, да, так что нам делать, как нам это способствовать солидаризации, как вам кажется. И Ева хочет что-то добавить, и, может быть, на этот вопрос тоже предложит ответ. Да, я хотела добавить. Сейчас, когда в Беларуси уже более 500 политических заключенных, и это же не те тюрьмы, которые себе представляют западный человек, это на самом деле ужасные условия, в которых они находятся. И очень важно, что вы все это уже сейчас документируете. И эти документы очень важны, чтобы оказывать давление на политиков. Если вы обратитесь к нам для того, чтобы мы вам помогли открывать те политические двери, которые мы знаем, как открывать в Западной Европе, через политиков самых разных уровней, тут не нужно начинать с самого верхнего уровня, начинать на местном уровне и постепенно продвигаться, например, в Германии через земли до федерального уровня. И я могу уже немножко быть горда тем, что я, в общем-то, была среди тех, кто донес эту идею белорусов, посыл белорусов до Европейского парламента. я думаю, что я смогла немножко помочь. Поэтому это еще один вопрос для размышления, как нам использовать эти возможности, как нам использовать наши связи в Европарламенте, в местных парламентах для помощи политзаключенных. политизация и построение институтов и демократии в Беларуси очень важна сейчас для белорусского общества и связана конечно же с освобождением политических заключенных. И я тоже считаю, что это мы должны делать все вместе, что это должно происходить на европейском уровне. Борьба за демократию в Беларуси на разных уровнях. Освобождение политических заключенных, построение новых институтов и борьба за участие в построении этих институтов и присутствие в них представителей и представительниц самых разных групп, что это не абстрактные граждане, а женщины должны, люди старшего возраста, люди с инвалидностью, для нас это ценно. И мы можем обмениваться опытом, и общая европейская солидарность в этом вопросе тоже важна. Спасибо. Ну, по поводу, может быть, еще солидаризация. Как нам солидаризацию, в каких направлениях можно усиливать и что делать? И прежде всего, что касается женщин и гендерного измерения протестов, ЛГБТ-сообщество тоже, которое было очень активным. Можно ли что-то еще делать? Есть ли какие-то идеи у вас? Марина, Алена? Я бы хотела отреагировать на вопрос Евы, если я правильно его поняла. Вопрос был в том, как мы, условно говоря, мы справляемся с конфликтами, что вообще происходит, происходят ли конфликты. Я бы здесь сказала, из того, что я видела и читала, возникла ситуация, когда сначала общая беда нас сплотила, а потом общие практики позволили ближе узнать друг друга. и это ситуация, когда в момент протестов, когда это все началось, действия режима были настолько болезненными для всего общества, и в частности для людей, которые непосредственно пострадали, были убиты или избиты, либо задержаны, что стало в какой-то момент совершенно не важно какая-то то, откуда ты, в том смысле какой шлейф потенциальных стереотипов может за тобой тянуться, и стало потенциально важно, в принципе, грубо говоря, на какой-то стране. И это пример, например, когда на одном из женских маршей была колонна женщин, которые шли с иконами и с мегафоном, читали молитвы православные, и через какое-то время была ЛГБТК-колона с техномузыкой, с радужными флагами, и это никоим образом не вызывало каких-то конфликтов. Кроме того, чем интересны и уникальные протесты, которые происходили в Беларуси летом, до этого, если мы посмотрим на белорусские протесты, это скорее грубо, очень грубо усредненно, это были протесты унифицированных белорусских граждан, в большей степени либо белорусскоговорящих, либо стремящихся говорить по-белорусски, белокрасно-белые флаги, и какой-то так или иначе отсылки к традиционализму. Нынешние протесты, было важно показать, что мы не унифицированные граждане, а это скорее протесты многообразных сообществ, которым было важно и показать, что мы относимся к какому-то, как бы то ни было сообществу, будь то женщины, люди с инвалидностью, пожилые люди, либо опять же ЛГБТК-сообщества, или, например, районы, когда даже районы создавали свои собственные флаги, для того, чтобы опять же показать, что протест состоит из огромного количества сообществ, и важно, что вот эти все вроде как разные люди на одной стороне баррикад. И тут важно также через вот эти, опять же, совместные практики, у них появилась возможность узнать друг друга не из каких-то пропагандистских статей, а непосредственно увидеть личность, увидеть человека за какими-то пропагандистскими лозунгами. Например, грубо говоря, когда в очереди за... там в многочасовой очереди под СИЗО для того, чтобы передать передачку, стоит женщина, которая стоит передать передачку своей партнерке, которая потенциально даже не имеет права передавать передачу, потому что в Беларуси нет однополых браков, соответственно, ты потенциально не кто своей партнерке. Рядом может стоять женщина-феминистка, у которой тоже может быть муж, и она может быть беспокойной. И наоборот, наверняка, никто не возражает, что у стоящего рядом, например, кресты, которые свидетельствуют его воцерковленность. Я имею в виду, что в этой конкретной ситуации, таких ситуаций было на самом деле миллионы, вот этот общий болезненный травматичный опыт, он сближает, и когда ты видишь не каких-то ужасных феминисток из пропагандистских статей или ЛГБТ-сообщества, с которым надо непременно что-то сделать, потому что они неправильные, ты видишь человека с такой же бедой, как у тебя, это очень сильно сближает, и это дает, по сути говоря, кредит доверия для будущего диалога в том числе. Но здесь есть еще и другая сторона этого вопроса, когда, какие бы проблемы сейчас не поднимались, например, если мы говорим конкретно про гендерную повестку, вещи, связанные даже с законодательством в области домашнего насилия или с запрещенными профессиями, либо неравная оплата труда мужчин и женщин, либо, опять же, большая по сравнению с мужчинами занятость женщин домом и детьми, все это вроде как кажется не настолько важным, потому что приоритет — это, по сути говоря, политическая ситуация в Беларуси и политические заключенные. И ты совершенно реально можешь получить ответ, что вот сейчас не время для гендерных проблем, не время для феминизма, потому что есть что-то более важное. Но тут такой вопрос, что с гендерной политикой в Беларуси всегда находится что-то более важное. И вопрос, не возникнет ли ситуация, когда в Новой Беларуси опять на это не станет вдруг времени. И вопрос, а когда же тогда поднимать эти вопросы, если не сейчас? Но, тем не менее, мне хочется верить, что вот этот вот кредит доверия и общий диалог и возможность как бы поучаствовать, собраться вместе и поучаствовать в общих практиках с совершенно разным людям и познакомиться с друг с другом, грубо говоря, посмотреть на друга с человеческой перспективой, очень сильно, как он очень сильно помогает сейчас, когда как бы режим не старался разъединить людей опять по разным слоям, это совершенно точно не получается. Также это может, вот этот опыт совместности может помочь нам в будущем, и женщинам, безусловно, в том числе. Спасибо большое, Лена. Я еще раз напоминаю, что можно писать вопросы нам, вопросы-ответы, и хотела бы вот Марину спросить, да, что, вот ты рассказывала про опыт разных женщин, что позволяет женщинам делиться опытом, да, женщинам из разных стран, ну и тем самым, да, они делятся опытом, находят общий язык, да, формируют какие-то пересекающиеся повестки. Как ты считаешь, что женщинам помогает этот общий язык находить, делиться опытом? Я думаю, что у нас действительно это было искусство. Искусство выполняло такую роль. Это действительно было сообщество, которое имело отношение к искусству больше, более или менее. Некоторые изучают искусство, некоторые традиционно какими-то практиками занимаются, или занимаются теорией искусства, или какими-то духовными практиками занимаются. Да, но духовные практики, это действительно так, что очень просто это было. очень просто было найти общие интересы. Это удивительно. И, например, мой воркшоп был на первый день, и уже там чувствовалась синергия, чувствовались общие энергии. Это удивительно, как быстро это сработало. И поскольку мы были с разными бэкграундами, но, тем не менее, у нас был общий опыт во многих вещах. Это, во-первых. Во-вторых, ты говорила о том, что нужно соединить эту работу на месте и до политических институций, вплоть до этого. Это действительно почти невозможное произошло. Мы все-таки многие, многие мы видели, как многие активны в эмиграции, что многие путешествуют, пытаются делать, пытаются воздействовать на политиков. Это очень сложная работа, очень долгосрочная работа, потому что я надеюсь, что на политическом ландшафте и в Западной Европе кое-что изменится. Политика, как более широкая практика, будет пониматься, что эти старые политические представления, эти отношения, которые там есть в этой области, и, например, события в Беларуси всегда через Россию описывают, оттуда думают, с того угла. Это то, что очень мешает новым дорогам, новым путям, новым возможностям. И что эта солидарность не просто прокламация каких-то ценностей. Солидарность – это всегда очень практическая работа. Нет, нет. Но я думаю, что можно гораздо быстрее действовать. Политика должна измениться, политики должны измениться, женщин должно быть больше, новых людей, разных поколений и так далее, чтобы люди присутствовали в политике с различными бэкграундами. Это все часть задачи, которые перед нами стоят. Нельзя, что нельзя сейчас мыслить национальное государство в категориях ведущей культуры. Ты сейчас Путина? Кому ты это советуешь? А не Лене Бербок или Путина Лукашенко? Другую политику. В Германии сейчас мне нравится то, что происходит. Мне хочется, чтобы быстрее эта открытость происходила. Мне кажется, что очень много еще и в Германии должно произойти. Спасибо большое. и в Германии. Но у нас есть возможность только написать вопрос. Мы не можем слово дать. Технически сложно, да? Слово Елене. Елена, можете на свой вопрос написать? Может быть, пока Елена напишет вопрос, у нас есть еще один вопрос ко всем участницам. Ну, мы обсуждаем уже этот вопрос, но в продолжение. Что может женщинам помочь? Я вроде... А, Лена, тут? Мне кажется, я вижу, что меня unmuted, и поэтому я не знаю, можно ли говорить или надо писать. Там вопрос длинный. Мне кажется, скорее я бы сказала. Давайте, давайте. Мы вас слышим, Лена. Ага, прекрасно. Давайте, да. Лена, у меня... Елена Агарилышева. У меня к вам вопрос как гендерные экспертки. Вы вначале, анализируя белорусскую женскую часть революции, говорили о том, что вначале оно было таким патриархатным, стали за женщин, за мужчин, за мужа, за сына. Вот, а потом уже... И так далее. И затем, упоминая вот о том, что вот в выступлениях сначала там шли бабушки с иконами, которые пели православные гимны, а потом шли ЛГБТ-люди с там, с флагами, как бы это вот показать, что они все различные. Мне кажется, что ситуация несколько другая. Мне кажется, что, конечно, от Светланы Тихановской, когда она впервые вот встала, от нее ожидали как бы женщину, политику, от нее ожидали такого феминистского манифеста, и когда его не было, ну, вот это феминисткам не очень понравилось. Это было расценено действительно как такой патриархатный шаг. Но на самом деле, если мы посмотрим... что происходило и как это происходило, то мне кажется, это можно интерпретировать по-другому. Если мы вспомним 1981 год и польскую солидарность, когда были арестованы в течение ночи мужчины, вот 3500 человек, которые были в польской солидарности, и женщины заняли их место, и они как бы ran Polish solidarity for several months. Вот этот вот... Они встали как граждане. И то, что произошло в Беларуси, женщины ведь действительно встали как граждане. Они встали еще до того, как арестовали Бабарейка, они встали до того, как избили их сыновей. Женщины абсолютно вот участвовали на равных с мужчиной вот в этих вот перед, перед, протестами. Потому что, как и в случае вот этого вот, конечно, арест мужчин дает женщин говоря о политологической структуре возможностей. Structural activity термин для этого существует. Но это гражданское участие. Вот когда Светлана Тихановская говорит «Я встаю, потому что мой муж арестован», это может казаться таким вот приорхатным шагом, но мне кажется, оно таким не является. Если мы увидим то, что она говорила на телевидении, она говорила следующее. Меня зовут Светлана Тихановской. Мне 37 лет. У меня такое-то образование, у меня такая-то профессия. Я иду в президенты для того, чтобы дать всем белорусам возможность участвовать в выборах и выбрать того, кого они хотят. Это ведь гражданское участие это слова гражданина, требующего других, а гражданство это политика правовые отношения гражданина с государством, еще от Аристотеля, если мы помним. Так вот, она требует других политик правовых отношений гражданина с государством и она требует этого как гражданка этого общества, когда гражданин может призвать государство к ответу, когда гражданин может подать на государство в суд. И когда выходит, и я помню этот марш, действительно, сначала шли православные люди, потом шли активисты, потом шли анархисты, и все были солидарны, все шли в одном марше. И люди могут идти в одном марше только потому, что они являются гражданами, гражданами, то есть людьми, находящими, требующими равного отношения к себе в таких вот абсолютно либеральных терминах. Иные политико-правовые отношения гражданина с государством. Ну, я об этом писала и могу говорить об этом долго, но сейчас закончу, чтобы не узурпировать все ваше время. Спасибо. Лена, так, а вопрос в чем? Вопрос мой к Лене другая, что она может сказать, что Лена может сказать на вот эту другую интерпретацию, что это является не патриархатным поведением, а это является поведением граждан, которые... Ну, конечно, женщины используют гендерную форму протеста, когда женщины кричат вот этим вот ОМОНу, вам никто не даст, как бы используя тот же прием, который использовала греческая лисистрата там две тысячи лет назад. Это гендерная форма протеста. Но, в принципе, женщины стали как граждане. А можно мне, Лена, еще на уточнение вопрос? А когда женщины как граждане, как гражданки вместе с мужчинами выступают, в этом есть и феминистское измерение, потому что они за равенство выступают или нет? Или феминистское измерение отодвинуто на второй план? Нет, ну, наверное, феминистское, когда женщины выходят как политические, политические субъекты в этом, безусловно, есть феминистское феминистское. Хорошо, спасибо. Но я просто не вижу вот это вот как патриархатный какой-то шаг. И мне кажется, что речь идет именно о гражданстве, не о признании различия, а о том, что признайте нас в качестве автономных субъектов политического процесса. Спасибо. Лена, тебе тогда слово. Лена, за комментарий. Я, да, наверное, хочу несколько ремарок здесь сказать. Когда я говорю про, скажем, патриархатную, что ли, рамку, если можно так выразиться, я имею в виду женское... Вообще, в принципе, я исхожу из того, что и рассматриваю женское политическое участие в широком смысле. То есть, когда я, грубо говоря, когда женщина готовит мужу обед и остается дома с детьми, когда мужчина идет на протест, для меня это, в общем-то, тоже женское участие в протесте. Потому что кто-то должен сидеть дома с детьми, чтобы кто-то смог на протест пойти. И в этом смысле как бы это может быть максимально широко, шире, чем может попасть в заголовки New York Times, грубо говоря. Исходя из... То есть, сужая эту историю, говоря исключительно о участии женщин в, грубо говоря, прямых политических действиях, будь то цепь солидарности, или протестная активность, или тот же самый сбор подписей, политические наблюдения и так далее. Да, безусловно, я с вами здесь совершенно точно согласна, что это скорее гражданское участие, и это женщины переходят в сферу политического совершенно прямо, активно участвуя в этих всех протестах. Но для меня также еще важен момент их, как они сами себя определяют. И я, честно говоря, опять же, не уверена, что если мы исходим из понятия идентичности, это то, как я себя определяю. И если бы там, условно говоря, я на марше подходила бы к каждой женщине и говорила, вот ты сейчас участвуешь, ты идентифицируешь себя как гражданка, ты идентифицируешь, что ты сейчас участвуешь в политической жизни страны, например. Я не уверена, что каждая могла бы так сказать. Более того, было огромное количество женщин, которые брали с собой своих детей, и получается, дети тоже в этом участвуют, но иногда они участвуют, в смысле мы пошли с мамой погулять, а не мы будущие граждане, которые строят страну. И здесь такой у меня момент, над которым интересно, например, рассуждать. Другой момент вы говорили о Тихановской и о Европе. Елена, позвольте очень быстро одну ремарку в ответ на то, что вы сейчас сказали. Гражданство — это не идентичность, гражданство — это социальная позиция, это политика, правовые отношения, гражданин из государства. Это то место, в котором социальное место, в котором находится гражданин. А как себя там люди чувствуют и определяют, это как бы вопрос идентичности, а немного другие. Ну, то есть я, безусловно, имею в виду, что, скажем, когда они делают, участвуют в маршах, безусловно, это прежде всего их гражданское участие. Дальше, говоря о Тихановской, и мне кажется, что когда она говорила в основном на именно публичных мероприятиях, будь то, например, встречи с избирателями о том, что она идет за мужа, и она хочет вернуться домой, жарить котлеты. Опять же, мне сложно сказать, думала ли она так на самом деле, действительно ли она верила в это, или верит ли она до сих пор, потому что она до сих пор использует в том числе подобную риторику, говоря о том, что вот я... все закончится, вы выберете правильного президента, и у меня появится больше свободного времени, я смогу встречаться с тем, с кем я хочу. Это из последних ее замечаний. Помимо всего прочего, был достаточно, мне кажется, грамотный пиар, и вот эта ее как бы ситуация очень сильно к ней привлекла в том числе патриархатно настроенная часть общества, и энное количество избирателей в том числе голосовало за нее, не в смысле за женщину эмансипированную, которая тут нам гендерное равенство продвигает, а в смысле за... имея в виду, что они голосуют, по сути, за Тихановского, но Тихановский сидит, поэтому мы голосуем за ее жену, и мы не беспокоимся, что прежний порядок, условно говоря, прежний гендерный порядок уйдет, потому что она выступает, несмотря на то, что она является женщиной, она открыто выступает за то, что я здесь временно, только до того, как настанут нормальные выборы, где будут, в кавычках, условно нормальные кандидаты. И последняя ремарка, которую мне хотелось бы здесь сказать, это о том, что огромное количество людей, когда они выходили на марш или участвовали в другой, будь то гражданской, либо политической, и любой активности, связанной с изменениями в стране, они выходили и делали это не за Тихановскую, и совершенно не всегда за Тихановскую, они делали это за себя. И если мы говорим, что женщины в большинстве своем, часть женщин, так или иначе, да, они участвовали в этих всех позициях как гражданки, но имея в виду, выходили за брата, за мужа, за сына, мне кажется, это тоже не совсем правильно, потому что таким образом мы обесцениваем вклад огромного количества женщин-активисток, женщин-феминисток и вклад ЛГБТК комьюнити, которые тоже участвовали в этих всех событиях, и они выходили участвовать в том числе со своими собственными повестками. И поэтому, мне кажется, важным подчеркивать, что белорусский протест — это так или иначе комплексное явление разных людей с разными взглядами. Но здесь я с вами согласна, что это, безусловно, гражданское участие, прежде всего, белорусов и белорусок граждан и гражданок. — Спасибо большое! — Конечно, когда они выходят за себя, вы сказали, они там за муж, за сына, но когда они выходят за себя, так вот это вот, это оно и есть. Вот мы хотим иных отношений с нашим государством. Каждый из нас хочет иных отношений с нашим государством. Собственно, есть категория гражданства. Я могу это государство призвать к ответу за то, что оно делает, мне кажется. Но не хочу забирать, это как бы у нас, может быть, наверное, интересный диалог, но не хочу забирать все время. Спасибо. — Спасибо большое! Ева, хочешь что-то добавить к этой дискуссии? Елены и Алены? Поднимала руку. — Можно мне дополнить? Тут снова мой взгляд другого поколения. Конечно, у меня есть опыт свободы и демократических привилегий, которых мы добились в Западной Европе. Я думаю, что я все мыслю еще и в геополитическом разрезе. Ситуация военная в мире, климатические проблемы в ситуации с женщинами и детьми во многих странах, которые становятся сложнее. Я думаю, что нам нужно концентрировать свои силы скорее. Мне кажется, что не нужно сейчас заниматься тем, чтобы анализировать так детально речь Светланы и критиковать. Нужно радоваться тому, что так широко все проходит, и не нужно сейчас максимально искать различия, разные образования, разные опыты и так далее. Я думаю, что Беларусь в данном случае прекрасный пример, что в сегодняшней ситуации интернета и глобализации финансовых потоков и национальных правительств, что мы вообще должны заботиться о том, чтобы гражданские права соблюдались. Я не хочу грубо говорить, но есть друзья у меня, которые говорят, что в Беларуси эти женщины, эти люди защищают и будущее Европы, потому что для меня более широкие понятия — это гражданские права, потому что я действительно считаю очень важным, чтобы не только феминистки принимали участие, а распространялось это на всех. Но, конечно же, мне хотелось бы, чтобы феминистки были сильны в этом гражданском движении. Но мне кажется, что это очень хорошо, когда мы в Беларуси видим в этом демократическом изменении, что никогда не было какого-то изменения гражданственной ситуации без того, чтобы феминистки участвовали активно. Посмотрите ситуацию в Беларуси, Россия, Иран, Бразилия — тоже право-популистский тренд и отсутствие интереса к демократии. Мне кажется, что нам очень важно ощущать себя частью этой международного движения, которое должно защищать себя. У нас два вопроса. Я предлагаю как-то каждой выбрать, на какой вопрос ответить. У нас осталось уже 10 минут. Один вопрос. Продолжение уже мной заданного вопроса. Что может позволить усиливать солидаризацию женщин поверх генерации, принадлежности к различным генерациям и нахождению в различных национальных государствах поверх границ, что может сегодня помогать формулировать общую агенду, общую повестку. И второй у нас вопрос. В какой мере то, что происходило в Беларуси, активизация женщин, участие в создании феминистской группы в Координационном совете влияло на сегодняшние польские протесты. Чуть раньше они были. Влияло. И есть ли параллели, в чем различие между движениями участия женщин в протестах в Беларуси и протестами женщин в Польше? Ну, может быть, кто на какой вопрос хочет ответить, есть у нас возможность. С того, начнем. Я бы, наверное, немного начать про первый вопрос, но если Марина или Ева захотят дополнить, то, пожалуйста. Я бы, наверное, провела здесь аналогию с женскими группами солидарности, которые существовали в Штатах во время второй волны феминизма, когда было создано огромное количество, скажем, кивок в сторону Бетти Фриден, когда огромное количество женщин собирались вместе и обсуждали свой совместный опыт. И, как я вижу из моей вовлеченности в большое количество образовательных курсов, групп, которые я сейчас веду или курирую для женщин в Беларуси, есть огромнейший запрос от женщин собираться вместе, обсуждать свой опыт, читать тексты или материалы о вещах, связанных с солидарностью, взаимоподдержкой, травмой, насилием. И это такой момент переосмысления своего опыта, понимания своего опыта посредством того теоретического и практического материала, который уже наработан на данный момент. И, безусловно, вот это, как бы, и это переживание не единоличное, а это совместное с тем комьюнити или с теми женщинами, которые находятся в похожей ситуации. И мне кажется, что подобные практики, они очень, мало того, что они очень терапевтичны и помогают женщинам и поддерживают их в этом нелегком времени, которое сейчас есть. И самое... То есть, опять же, сравнивая с августом прошлого года или с летом прошлого года, на тот момент была надежда, что это все скоро закончится, а сейчас слабо... Никто... Как бы сложно давать конкретные сроки, когда это все закончится, и самое ужасное, как это все закончится. И, возможно, нынешняя ситуация — это еще не самый худший сценарий, который может быть. И в этой ситуации, безусловно, подобные практики очень важны и очень... И помогают женщинам находиться, не знаю, в рассудке, если можно так сказать. Другого, к сожалению, у меня сейчас не приводится никакая аналогия. И помимо этого, опять же, это задел на будущее. Именно как раз история о том, как делиться совместным опытом и как потом создавать общие кроссы, интерсекциональные повестки, которые потом могут, безусловно, выходить и на политический уровень и становиться частью гендерной политики страны в том числе. Спасибо. Ева, Марина. Вот что касается как раз-таки преодоления травмы, работы с травмой, терапевтических практик. И действительно, ситуация, никогда не знаешь, действительно ли она уже завершилась или может стать хуже. Я думаю о ситуации в Чили. В 1972 году мне посчастливилось быть на демонстрации в Чили. Миллионы людей, женщины, мужчины. Музыка, это прекрасная латиноамериканская музыка, которая до сих пор дает мне вдохновение и жизнь. И вот после той радости, которую я тогда испытала, а для меня это было очень важно, потому что для меня, как уроженки послевоенной Западной Германии, Латинская Америка, в которой не было этого тяжелого опыта войны и Холокоста, мне казалось, я чувствовал себя там так приятно, и потом произошел путь Пиночета. И вот я тогда жила в коммуне с девушками из Чили, из Мексики, и я на самом деле даже не знаю, потом их следы потерялись, возможно, они погибли, может быть, они погибли под пытками. И вот вам, дорогие коллежанки, которые сейчас находятся в более-менее безопасности, вы помните, что в Чили вам нужно это все сохранять, это положительный опыт. Вы помните, что в Чили после путча прошло 30 лет, прежде чем удалось с этим справиться окончательно. И вот сейчас как раз-таки Латинской Америке накоплен важный опыт на терапевтическом уровне. В 90-е годы я помогала вместе с ними создавать в Восни-Герцеговине сеть терапевток, консультанток. И это очень помогло тогдашним жительницам бывшей Югославии. И я надеюсь, что нам удастся оказать давление на Международный комитет Красного Креста в Женеве, чтобы он оказал помощь тем, кому она действительно нужна. У них же есть действительно этот опыт работы в зонах военных конфликтов. К сожалению, мы очень часто мало знаем об истинной истории конфликтов. И у нас, тем не менее, есть право требовать от Международного комитета Красного Креста требовать принимать решительные меры по предотвращению дальнейших пыток и унижений, с которыми сталкиваются заключенные в Беларуси. Как-то пыткам и насилию, которые сейчас осуществляются на международном уровне, это могло бы солидаризацию усиливать и должно усиливать, да? Марина. Еще у нас остался вопрос о влиянии на польское, польские протесты, связь с ними, может быть, что-то хотите добавить? Ну, Марина, может быть, о солидаризации еще? Что-то есть, что добавить? Да, интересно, что я работаю с травмой, о терапевтических практиках. Сейчас становится все важнее. Когда мы были в Киеве, мы тоже встречались с женщинами, которые сейчас как раз занимаются работой, готовят тренеров, консультанток, которые, в свою очередь, должны помогать людям справляться со страхами, с паническими приступами. И Ольга совершенно правильно сказала, что, чтобы говорить о слабости, нужно быть сильной. Это действительно очень важный момент. И вот новая политика, новый политический язык, о котором я говорила раньше, я надеюсь, что в новый политический вокабуляр войдет прочные понятия эмпатии. Мы действительно травмированы, мы действительно будем еще долго нести с собой эту травму, и мы должны уметь говорить об этом. А для того, чтобы говорить, нужна поддержка. Это очень важный момент. Если мы хотим, чтобы политика стала делом масс, то нам нужно учиться быть сильными. А это не так-то просто, потому что только через разговор о слабости, разговор о проблемах, мы действительно сможем найти эти ресурсы. Здесь, в Моабите, в районе, где я живу, по соседству, у нас как раз два года назад была беседа с человеком, который тоже является в Германии иммигрантом. Он был долгое время узником на родине, потому что он был членом коммунистической партии, и он критиковал концепт солидарности. Он говорил, что это очень такой западноевропейский концепт, и с той встречи я взял с собой представление о том, что нужно искать отчасти новый язык. Мне кажется, что успех нас может ждать на пути децентрализации, на пути отказа от этого всевидящего, всеприсутствующего и якобы всепомогающего государства. Тут важны все практики, материальные, духовные, художественные, арт-практики. Я как раз про Польшу хотела сказать. Когда я в 70-е годы жила в Западном Берлине, Польша была совсем недалеко географически, однако ментально это было от нас совершенно далеко. И вот как-то раз судьба свела меня после того, как я побывала в Латинской Америке, познакомилась с представительницами и с рабочим движением Польши. Как вы знаете, в 81-м году это все не началось. Это началось гораздо раньше, еще с 72-го, то есть 68-го года. И как раз таки женщины из представительницы пацифистского движения из Восточной и Западной Германии тогда демонстрировали свою солидарность с солидарностью. Но, с другой стороны, уже тогда были определенные опасения относительно того, вот со стороны левых представительниц, что мы тем самым, скажем, получается, играем на руку капитализму, потому что подрываем социалистическое общество. Но вот интересно, что сейчас, когда я читал эти новости, я специально старался искать лица женские, которые были бы представителями солидарности. А ведь на самом деле, когда сейчас говорят о солидарности, женщин почти нет. А вот Анна, я не забыл, к сожалению, ее фамилии, она тоже погибла при крушении самолета Качинского. А ведь она была не менее важной человеком в тогдашней солидарности, как Леха Хваленца. И вот сегодня, когда в Польше, я наблюдаю за этим консервативным давлением в политике, когда женщинам приходится бороться за те права, которые мы в Западной Германии получили уже в 73-м, 83-м году, то есть тогда мы смотрели на женщин в Польше, в ГДР, в социалистическом блоге, как она наш образец, и тут, оказывается... И вот молодое польское женское движение, оно, к счастью, тоже существует, и у них есть поддержка от пожилых поколений, и это здорово. Да, Анна Валентинович, совершенно верно. Анна Валентинович, на Банне Валентинович речь. Елена, может быть, ты еще насчет польско-женского влияния белорусских протестов на польские протесты? Есть какие-то идеи? Если мы говорим про, очень, грубо говоря, механику того, как происходили протесты в Белоруссии и в Польше, то мы можем найти определенные параллели. Даже отсылка, например, Елены Гаповой, которая говорила, что да, есть определенные параллели между тем, как действовали женщины-польки в 81-м году, и каким образом происходили политические и гражданские ситуации в Белоруссии и происходят до сих пор. Но это скорее, ну, мне кажется, что это параллели на уровне алгоритмов того, как это происходит, и здесь скорее работает не близость этих двух стран или тем, что современные белорусские вдохновлялись польками, а тем, как происходят политические действия как таковые. И здесь, коль скоро они социальные, у них можно найти определенные общие явления. Но я бы, на самом деле, не стала утверждать, что современные белорусские вдохновлялись польками. Наверное, единственное, что я могу вспомнить, но, опять же, нужно понимать, что это была настолько массовая история и до сих пор происходит настолько массовая история, что, может быть, наверняка есть какие-то кейсы, о которых даже я не знаю или никто не знает, потому что они не получили медийного распространения. Один из маршей как раз был... Он назывался что-то вроде международного марша. Идея была в том, чтобы людей, участвующих в нем, призывали приходить с флагами разных стран и писать лозунги на разных языках для того, чтобы, опять же, привлечь максимально широкое международное комьюнити к тому, что происходит в Белоруссии. И да, безусловно, было много польских флагов, и в том числе были протестные лозунги, касающиеся ситуации в Белоруссии на польском языке. Но это была часть общего ракурса. Хорошо, спасибо большое. Ну, мы уже наше время исчерпали, даже немножко вышли за пределы нашего времени. Но, по-моему, все было очень важно, интересно. То, о чем мы говорили, ну, в качестве какого-то такого небольшого обобщения, участие женщин в протестах не тема 2020 года. Это у нее длительная история, огромная история, да? Не вся эта история, к сожалению, видна и описана, да? Это история, которую мы должны помнить, актуализировать. Сегодня у этого протеста новые формы, и мы говорили о важных словах, да, о новых формах солидарности, дружеские сети, это заботы, само понятие сети, которое в разных практиках находит выражение. Вообще разнообразие женского опыта, который сегодня ищет общий язык, такая ситуация. Глобальные сети помогают этому, да, нам находить общий язык. И я надеюсь, что эта дискуссия тоже вклад в такое создание нового языка, да. Я очень надеюсь, что наши дискуссии дальше продолжатся, и что они будут помогать женщинам бороться и за гражданские права, и за свои специфические права, права женщин как группы, выражать свои интересы. И мне кажется, эта дискуссия наша в очередной раз показала, что участие женщин, да, артикуляция женщин не только гражданских прав, но и своих прав и интересов обогащает общество в целом, да, приносит новые практики, и новые практики взаимопомощи, и новые практики поддержки, и новые формы протеста. Да, и важно это поддерживать, об этом говорить, вырабатывать язык, создавать историю этого всего, и про историю тоже помнить. Всем спасибо большое, да, и нашим эксперткам, и переводчикам Ирине, и Сергею, организаторам дискуссии, всем участникам и участницам. До новых встреч!